Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами передача из рубрики «Право». Я ведущий Андрей Лунёв. Сегодня мы поговорим о налогах. Вещь, с которой нам приходится всегда мириться, но которая нам не всегда нравится. С другой стороны, мы понимаем, что государство и наши с вами пенсии, социальные обязательства государства, естественно, получают денежные средства от налогов, которые собирают с граждан. Сегодня мы поговорим о налогах со специалистом по налоговому праву Александром Пятовым. Здравствуйте, Александр! Здравствуйте, Андрей! Александр, все мы знаем, что существуют налоговые проверки. И у меня сразу вопрос достаточно серьезный и глобальный. Налоговые проверки как таковые – это зло или добро? И если это одно или другое, то для кого это зло, для кого это добро? Как вы думаете? Я бы сказал, это данность, которую надо воспринимать без какой-то оценки, зло это или добро, скорее с прагматической точки зрения. То есть можем мы с этим что-то поделать или, наверное, не можем? Да. И скорее к этому надо готовиться до того, как оно начинается. Как оно начинается. Ну, тогда вопрос такой. Все мы знаем, что существуют налоговые проверки. Скажите, пожалуйста, в отношении кого их могут проводить и кто может действительно попасть под эту проверку и что в результате будет? Проверить могут всех – и обычных граждан, и зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, и любые юридические лица. Также здесь скорее вопрос о том, кто из них больше готов к этой проверке. И здесь интересная ситуация с физическими лицами. Многие из них даже не знают, что в отношениях проводятся камеральные проверки. Например, когда сдают декларацию, в которой заявляют налоговый вычет по налогам дохода физических лиц в связи с приобретением квартиры. Ну, это традиционная история, когда у нас при приобретении квартиры, да, я могу сейчас уже 260 тысяч рублей вернуть, да, государство в качестве вычета. И здесь часто бывают ситуации, с одной стороны, граждане не знают, когда все хорошо. И в то же время, когда инспекция доначисляет какие-либо налоги, а это бывает, например, если гражданин несколько раз что-то продает и покупает за налоговый период, либо, например, совершает операции с ценными бумагами, то очень часто доначисляют гражданам налоги. И как мы сталкиваемся в практике, основная проблема в том, что граждане не готовятся к этому заранее. И в дальнейшем, например, по операциям с ценными бумагами, они вправе получить вычет в виде расходов, произведенных на приобретение этих бумаг, но не сохраняют, например, документы. То есть купил, забыл. Да, и в этих случаях доказать свою правоту практически невозможно. И часто приходится платить те налоги, которые можно было бы не платить, если были бы готовы к такому развитию событий. То есть все-таки какая-то налоговая грамотность должна присутствовать? Да, обязательно. Мне кажется, налоговое планирование – это понятие не исключительно бизнеса, но и каждого человека, который какие-то экономически значимые действия совершает ежедневно, а что особенно, если это касается недвижимости, ценных бумаг и каких-то крупных покупок, то необходимо налоговое планирование. То есть как минимум вы советуете, наверное, как минимум сохранять документы по приобретению, по продаже, для того, чтобы в дальнейшем перед налоговым органом каким-то образом, надлежащим, точнее, образом отчитаться, да? Да, как минимум в течение трех лет их надо хранить, не выбрасывать, чтобы они не мешали, а сохранить до того момента, когда истечет период, за который возможно проведение налогопроверки. То есть все-таки физлицы иногда даже проверяют, получается? Да, да. А с юрлицами как обстоят дела? С юридическими лицами все гораздо интересней. Проверки юридических лиц планируются, проводятся. И здесь такая складывается ситуация, что есть юридические лица, которые находятся на общей системе налогообложения, и они, так скажем, больше рискуют подвергнуться налоговой проверке. По сравнению с юридическими лицами, которые на специальных режимах, например, единый налог на вмененный доход или упрощенная система налогообложения. Поэтому могут проверить всех вопрос, кто и как к этому готовится, и какие последствия будут. Хорошо. А если это индивидуальный предприниматель, вот такое образование, которое, с одной стороны, вроде физическое лицо, но занимается предпринимательской деятельностью, и здесь он уже как бы как субъект бизнес-отношений, их тоже проверяют? Да, проверка индивидуальных предпринимателей возможна, но вот в последнее время такая тенденция, что все меньшее из них используют общую систему налогообложения. Либо это упрощенка, либо ЕНВД, сейчас вот патент появился, их меньше проверяют, просто в силу того, что на этих спецрежимах, грубо говоря, нечего проверять. Если вы применяете упрощенную систему, где объект налогообложения доходы, без учета расходов, и вы все свои доходы, которые, например, по расчетному счету отражены, отразили в декларации, тут и проверять нечего. Поэтому налогоорганы, как правило, в план проверок их не включают за бессмысленностью. То есть они изучают вопросы, где есть неочевидные какие-то вещи, потому что там действительно очевидно, посмотрел по счету, определенный процент в пользу налогу, в пользу государства, точнее, предпринимательную платил и, в принципе, свободен. Хорошо. Александр, а какие виды проверок существуют в Российской Федерации? И как часто, будем говорить, наверное, о юрлицах, потому что это наиболее часто они подвергаются проверкам, как часто могут в отношении юридических лиц проводиться проверки и, естественно, виды их? Собственно, камеральных проверок для всех лиц. Их всего два вида. Это камеральные проверки, налоговых проверок. Это камеральные проверки и выездные налоговые проверки. Отличаются они только тем, что может делать налоговый орган при их проведении, и как они проводятся. Если при камеральных инспектор сидит у себя в кабинете, никуда не выходит, на рабочем месте, максимум может вам позвонить или направить по почте требования предоставления каких-то документов, перечень которых ограничен 88-й статьей Налогового кодекса, то в рамках выездной инспектор уже может прийти непосредственно к вам в офис, на ваше производство, осмотреть его, составить протокол осмотра, даже провести выемку документов. И может не один прийти, а с специалистами из полиции? Да, это может быть группа проверяющих. И такие проверки, как правило, планируются. Даже Федеральная налоговая служба издала специальный приказ, которым утвердила критерии, с учетом которых планируется проведение выездных налоговых проверок. И, в принципе, он в свободном доступе есть, каждый налогоплательщик может оценить риск. Например, если вы платите заработную плату, которая ниже, чем в среднем по отрасли, соответственно, риск того, что именно к вам придется выездная налоговая проверка, гораздо выше, чем если вы ничем не отличаетесь от остальных. Либо если ваша деятельность убыточная, а если она убыточнее первый год тем более, то уже риск возрастает многократно. А если это общая система налогового обложения, и налоговый орган может запланировать к доначислению большие суммы налогов, то тут, как говорится, сам Бог ведет. Почти стопроцентно, да? Да, сам Бог ведет. Александр, а этот список лиц, которых будут проверять, он тоже в свободном доступе находится? Или все-таки это какие-то секретные документы, чтобы не успели подготовиться, неожиданно прийти и начать все проверять? Ну, эти документы не секретные. Они заранее о нем узнать нельзя. Мы при проверке получаем решение о ее проведении. В нем указан ее предмет, цели, сроки проведения, по каким налогам будет проводиться проверка. Там же, в этом же решении, перечень проверяющих лиц указана. То есть мы понимаем, что будет проводиться проверка в отношении конкретного лица и по налогам. А как часто могут налоговые органы проводить такие проверки? То есть, если раньше мы знали, что, ну, из моей практики, например, была история, что крупная компания специально место рабочее одно оставляла для того, чтобы там проверяющие постоянно могли находиться. Потому что проверка шла за проверкой, и какие-то проверяющие постоянно какие-то документы смотрели. Сейчас как-то это изменилось? Есть какие-то сроки проведения проверок? Частота, точнее. Или все так же нехорошо в этой связи? Ну, сроки, конечно, ограничены. Максимальный срок проведения проверки выездной, он составляет 6 месяцев. И она не может проводиться чаще двух раз в год. Но если говорить о крупных компаниях, вот в вашем примере приведенном, их проверяют каждый год скорее, потому что это большие объемы работы. Естественно, там проверяющим выделяют отдельные места. И это вынужденные меры, потому что действительно каждый год их проверяют, и из года в год какие-то акты проверок составляются, и наверняка даже оспариваются в суде. Ну, я думаю, да. Это мы в следующих передачах обязательно поговорим о защите прав налогоплательщиков и о спаривании актов налоговых проверок. А вопрос следующий. Вот для предпринимателей, для владельцев бизнеса, чтобы не было неожиданности, может быть, вы расскажете, какие документы должны при себе иметь налоговый инспектор, который пришел с выездной проверкой, и что он делает не вправе? То есть как-то, может быть, сразу уже прямо на входе этих приятных людей спросить о каких-то конкретных документах? О чем нужно спросить? Ну, они должны предъявить решение проведения проверки и служебное удостоверение. Больше здесь никаких ограничений нет. Если человек, явившийся к налогоплательщику, указан в этом решении, и он действительно сотрудник инспекции, то налогоплательщик просто обязан создать ему условия для работы. Здесь вопрос скорее в той тактике поведения, которую изберет налогоплательщик, оно должно быть прагматичнее, наверное. И поведение должно строиться с учетом дальнейшей перспективы развития этой проверки и подготовки акта по этой проверке и решений. Для того, чтобы в дальнейшем было проще отставить свои права. А если с этим проверяющим есть какие-то сопровождающие лица, должны ли они иметь какие-то документы? Или у нас, если поддержка полиции идет, то, в общем-то, они вправе это сделать? Лица, не указанные в решении проведения проверки, они, собственно, не могут проводить эту проверку. Можно отказать в доступе их на территорию. Александр, а давайте возьмем пример из жизни. Смоделировано такой ситуацией, что ко мне пришел инспектор и говорит, вот решение, пожалуйста, поознакомьтесь и представьте документы. Должен ли я это сделать мгновенно, бросить все? И как вообще вести себя в этом случае? Ну, инспектор, во-первых, для того, чтобы истребовать документы, должен составить требование. Оно по установленной форме должно быть составлено. Там должен быть перечень необходимых ему документов с указанием их реквизитов, дат или периодов, за которые он хочет ввести документы. Здесь очень важно, часто на практике налогоплательщики воспринимают это в штыки, такие требования, стараются любыми способами отказать. На мой взгляд, здесь не надо спешить отказывать. Надо скорее предоставлять те документы, которые помогут налогоплательщику избежать негативных последствий этой проверки. То есть, если мы считаем, что мы действовали в соответствии с законом, мы планировали, что при проверке возникнут определенные вопросы, то надо скорее инспектору представить документы, чтобы он убедился в том, что наша позиция соответствует и закону, и документы в соответствии с законом составлены, чем мы будем припираться, может быть, даже нарвемся на какие-то санкции за непредставление документов, которые, кстати, налоговым кодексом предусмотрены. То есть, в любом случае, нужно к этому готовиться, знать, что такая возможность существует, и подходить к этому с идеей того, что нужно планировать, и, может быть, заранее даже готовить какие-то копии документов, чтобы достаточно оперативно представить проверяющему. Или заранее готовить не нужно, нужно ориентироваться по ситуации. Ну, я сказал бы, что каждую сделку, когда мы ее планируем сегодня, мы должны знать, что завтра она будет предметом пристального внимания налоговых органов, и должны оставлять документы, которые помогли бы эти претензии, так сказать, нивелировать. Ну и здесь действует принцип «предупрежден» значит «вооружен». То есть, налоговое планирование – это необходимый элемент любого бизнес-процесса. При заключении любой сделки налоговые риски необходимо анализировать. Тогда и негативных последствий, может быть, и не будет, и проверка добром станет, а не злом. Отлично. Спасибо большое, Александр. Я думаю, что о способах защиты и о мерах, которые необходимо предпринимать людям, в отношении которых проверка все-таки прошла, мы поговорим в следующих передачах, потому что эта тема достаточно широкая. Большое вам спасибо. Уважаемые друзья, я считаю, что те советы, которые вы сегодня услышали, могут быть вам очень полезны. И обязательно, пожалуйста, следите за своими документами, храните их и готовьтесь к тому, что ваши сделки могут быть проверены налоговым органом. Знайте свои права и умейте защищать. Увидимся в следующих передачах. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok